Эй, гайз, с вами Лиза Найс. Привет, ребята, вы на моем канале. Не обращайте внимания на то, что я такая сонная. Просто сегодня выходной. Сегодня, к сожалению, 9 утра, и я уже проснулась часа 2, как назад. Я думаю, вы все знаете то, что я снимала над мамой такой пранк. Я сказала маме то, что я совершенно не хочу ставить брекеты, я этого делать не буду, меня так устраивает. В общем, если не смотрели это видео, то кликайте или здесь, или здесь, я не знаю, где-то здесь будет подсказки. Я начала думать, какие еще пранки я могу снять над мамой. Вот мы только что с мамой приехали забирать анализы, мама сейчас идет, собственно говоря, за ними. Я начала лазить у себя в инстаграме и нашла очень прикольную идею. Мне она понравилась, и спасибо огромной девочке, которая придумала эту идею. Я уже пропиаряла тебя в инстаграме, поэтому если ты тоже хочешь от меня пиарить, то прямо сейчас подписывайся на мой инстаграм, также переходи на пост, на котором я, собственно говоря, спросила, какие пранки мне снимать. Пиши туда свои идейки для пранков, и я буду тебя пиарить. Идея пранка заключается в том, что я скажу маме, что нам нужна няня, чтобы делать уроки, готовиться, готовить, кушать и так далее. В общем, скажу, что нам реально нужна няня, буду говорить почему и так далее. Я очень надеюсь, что мама не согласится, потому что если мама согласится, это будет жестко, потому что это все-таки пранк. В общем, буду сегодня целый день говорить маме, что нам нужна няня, и это будет прикольно, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а мы поехали. Жду, пока мама вернется. О, привет вам. что есть замечательно и прекрасно этим слушает обязательно именно приводил бы там не будем больше об этом раз мам смотри ты никогда не задумалась вот представь мы сейчас приехали да ты торопишься это время могла потратить намного эффективнее ну и продуктивнее и а что если допустим будет такой человек который будет возить там меня если куда-то надо игоря саша то не знаю водителя у нас сейчас карантин каникулы но уроки как бы поступают но я одна их не успеваю игорь и саша ты сама видела игорь и саша намного сложнее чем мне потому что я восьмой классе уже понимаю что где как делать а игорь и сашину сколько-то времени уделяешь я знаю ты могла бы это время реально потратить с большой пользы и намного больше пользы я полностью согласна что ты хочешь какое есть предложение смотри она будет помогать делать урок она будет вам помогать не знаю там если у нас будут какие-то вопросы ты будешь просто проводить день как ты захотела не как получится так чтобы все какую няню лиза чем ты говоришь вообще ну мам обычно няня она будет за нами следить она не за няня нужно когда вам три года сейчас можно не оба три дня для этого нужны няне это стереотип няни няне нужны для того чтобы помогать для того чтобы готовить кушать для того чтобы помогать перебирать для сути ванам просто помогает все время да ну лист и что я сейчас не представляю себе чужой человек в дом там какой дерьмо смотри мы же не прям принимаем там няню семью мы просто она нам помогает представь ты просыпаешься и тебе не надо думать о игоре а саше а мне о наших заданиях ты просто посыпаешься делать то что ты хочешь то что ты планировала да ну лиза ты что вы мои дети как я могу просыпаться и не думать о ты можешь думать о нас ты можешь совершенно не думать что нам каждому надо сделать что нам каждому надо одеть на улицу потому что холодно или потому что жарко и кому может сходить магазин ты часто магазин есть ну вот я тебя появится просто все свободное время понимаешь я немножечко не догоняю это ты хочешь снять с себя ответственность за обычную свою жизнь или переложить на нянь или это прихоть такая вообще вот мне нужен там обслуживающий нет но я говорю как наша жизнь стала бы намного легче а твоя более свободнее я еще для каждого плюсы для тебя плюс у тебя все планы которые наши все их нет ты занимаешься тем что тебе надо тем что ты планировала играли к вам и не плюс но смотри вот мне какой плюс я стану немного свободнее потому что мне няня будет там помогать или все такое и все принадлежит игру и саши тоже когда вы маленькие я понимаю посмотри у нас няня была и няня была не одна и почему знаешь почему она была не одна и почему у вас не они нет потому что каждый человек со своими мыслями приходит и ты не знаешь вот пока ты с человеком не проживешь полгода ты не знаешь какие тараканы у него головы у каждого человека есть недостатки у каждого давай хотя бы до лета попробуем смотри летом задания будут но они не так много нет ли мы можем попробовать после лета особенно сейчас в период карантина ты можешь себе представить человека взять с улицы ты не знаешь с кем он общается куда он ходит ходит ли он в магазин с маской почему с улицы мам ну реально няня будет нам только помогать а ты просто не хочешь не не лис я тебе говорю о другом я тебе говорю о том что сейчас в период карантина никакого чужого человека в доме вообще совершенно я тебе еще раз ты не знаешь где это человек едет на каком транспорте он едет с кем он общается будет ли он в магазин в маске чихает каждый каждое утро переживать вот придет сейчас няня с кашлями или соплями я сейчас знаю что вы допустим не ходите гулять вы на карантине вы только занимать да это пухнет голова там сердце сердце да там куча проблем от этих этом урок учебы это да действительно мне было бы лет пусть как-то бабушка мы же не можем бабушку бабушки мне было бы однозначно легче но я не могу сейчас этого позволить настолько закрыто сейчас все живут совершенно друг от друга если няня это там какой-то человек с улицы как ты говоришь 2 пригласим бабушки ну как мы можем пригласить бабушки одна в россии живет бабушка вторая в харькове у бабушки своя жизнь бабушка ну как бы это бабушки здесь будет весело лет но бабушки своя жизнь так смотри какие пельмени классные помнишь как бабушка всегда приезжает и тебя сопоставится всегда много но опять же смотри даже когда бабушка приезжает на две недели все равно какие-то стычки они так тарелки поставят то куча каких-то баночек то травочек я предлагала няню 10 лет назад понимаешь сейчас четырнадцать лет сказать няня она будет тебе под хвост заглядывать в каждые три минуты ты будешь нервничать тебе нужно будет делать то что тебе говорит няня иначе в противном случае нет смысла в няне понимаешь няня будьте говорить лиза просыпайся все у меня по расписанию от твоей мамы ты должна 8 уже быть в ванной это не то что мама начинает потом нервничать 10 часов ну лиза вставай ну лиза ты же мне обещала ну лиза пора выключить уже компьютер ну пожалуйста нужно вызваться еле и искренне не понимаешь почему тебе не нравится людей ты подумай потому что класс хорошо я подумаю ну давай не сейчас пожалуйста ты сейчас голова занята и мне нужно быть уже дома я даже скоро съеду не ну лиза я не поняла что ты что такое почему ты по разбрасывал вещи просто здесь удобно положить маму я не понял почему все вода это лиза шкаф будет вещи поднимаю обувь поставила на лиза чехол я буду выходить через полчаса гулять зачем мне это все вешать зачем скажи если ты сюда не смотришь то вообще все нормально я через полчаса это я сюда не смотрю пожалуйста быстренько подняла куртку поставила обувь на место чехол сумка и лиза а вот няня бы просто молча здесь все прибрала и ты бы не нервничала нам а так вместо мяги это делаешь ты конечно конечно убирайся быстренько слушай а может позавтраком сейчас да я тоже очень хочу кушать салатик о давай давай смотри я наверное просто салат смотри в салат можно добавить что у нас есть ну я бы поела салат помидорчик руккола что еще есть мяско добавлять давай было прикольно сыр да фета добавлять давай вместе я пока разогрею себе пирожки с мяском а ты салат можете приготовить я же приготовила когда-то ну когда-то я тебе каждый день готова давай вместе приготовим ты хотела вместе позавтракать а вот няня бы на твоем месте уже бы давно приготовила все поставила бы уже ложечку подала и сказала приятного аппетита но няня не на моем месте она дня не у нас нет и не будет поэтому поднимаемся и готовим себе кушать и монету я не могла бы и тебе готовить и всем готовить и тебе не надо было бы я не хочу чтобы они кто-то готовил не хочу понимаешь я не хочу чтобы мне на завтрак кто-то лез руками и готовим мне это не надо ну я не понимаю почему так 4 5 господи почему смотри аж 2 с 4 плюс хлор я не понимаю у с 4 валентность какая смотрим отдельно валентность с где валентность с боже надо просто разобраться не нет да тут даже нету это таблицы мам понимаешь я не понимаю вот валентность с может быть 246 недолго разбираться тебе нужно всего лишь посидеть но только не нервничать просто посидеть и разобраться тихонько схеме и все прочитать эту же тему и все ты не понимаешь я не понимаю возьми книжку и просто почитать нет книжек то у нас есть это вот тут не написано у тебя доступ к интернету есть вот няня бы реально мне помогла у тебя вечно нет времени помогать у тебя нет времени разбираться в чем-то у тебя нет времени мне уделять время на то чтобы я разобралась потому что няня царап naszych посидела бы метр и сделала помогла бы мне это сделать задано милоzw задача няняTa не входят обучение ipa помочь по урокам ты понимаешь тоже куверeters тоже репетитор я нашими на quanon а вот а я тебе не помогаю в химии только потому что тебе статьи нужно разобраться не кан�ена не помогать мне потому что тебя нет времени а у тебя нет времени потому что ты посередшая готовит travis сойна помогаешь игры саха а если бы у нас было няня ты бы этого и всего не делала и помогла бы мне разобраться с химией. Понимаешь? Все, хорошо. С понедельника у тебя будет няня личная. И попробуй. Нет, мам, надо на всех троих, понимаешь? Хорошо будет на всех троих три няни. И попробуй только не учить химию. Хорошо. Не есть то, что тебе поставит няня какую-то манку или овсянку на завтрак, потому что это правильное питание. Да. Попробуй не лечь спать в 10 часов, потому что няня скажет, у тебя завтра подъем. Попробуй не встать в 6.30, потому что тебе нужно на пробежку. И ты будешь ее слушать. А няня, чтобы ты понимал, будет слушаться меня. Потому что я не могу отдать полностью весь твой режим на заботы няни. Няня в семью приходит, чтобы руководствоваться моим мнением, понимаешь? А тебе нужно будет обязательно выполнять нянины приказы. Ясно тебе только? И у тебя не будет вариантов пошвырять тетради. Встать в 9, а не в 6.30. Можешь не собирать. С понедельника будет няня лично. Супер. А мальчиков я позабочу. Супер. Супер. Вот так. Вот так. Ура. Что-то еще? Нет. Водителя? Репетитора? Что еще? Желаете чего? Портниху? Лизу? Ничего больше не надо? Нет. Няня. Няня, ты скажешь? Да. На всех одну. Нет. Тебя будет персональная няня, которая будет по ходу заглядывать каждые 2 минуты. Я не хочу так. Я хочу, чтобы была одна няня, которой были всегда какие-то дела, чтобы она никогда за мной просто не следила. Она у нее там были такие дела, такие дела, такие дела. Иногда она помогала мне, иногда она обращалась мне, иногда она всегда следила. А забота няни вообще состоит в другом. Заглядывать тебе под хвост каждые полторы секунды. Нет. Так. Нет. Давай выбирайте какую-то. Задачи нет. Да. Под хвост там точно не написано «заглядывать». Это образное твое. Понимаешь? Наражение. Я образно понимаю. Мы лишь сейчас проверим. Чтобы сутки больше таких вопросов не возникли. Не прибери, пожалуйста, тарелку со стола. Мама, няня бы, сделала это. Сама. Случилось именно то, чего я так сильно не хотела. Мама сказала, что няня будет. Я не уверена, насколько мамины слова это правда. Может быть, это просто какие-то такие легкие запугивания, чтобы я оценила то, что у нас нет няни. Ребята, я надеюсь, вам понравилось это видео. Оно было достаточно интересное и очень гарное. Мне понравилось, но это было жестко. Всех сильно-сильно люблю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в Инстаграм пишите идейки для пранков. Всех сильно люблю. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова